Здравствуйте, товарищи! Надо встать. Больные, инвалиды могут сидеть. Спасибо. Значит, приветствую вас в связи с началом нового курса социальной философии, которую я вас буду считать. Я на отделении конфликтологии читаю три курса. Это социальная философия для вас. Первый курс у вас, да? Первый курс. На третьем курсе читаю конфликтологию, социально-трудовые конфликты и технологии их урегулирования. И для магистров второго курса политические составляющие социально-трудовых конфликтов. Так что те, кто будут проходить весь цикл обучения, мы с вами будем встречаться три раза. Это первый нашу встречу. Значит, наша эта встреча должна закончиться экзаменом у вас. Значит, на экзаменах будет вынесено два вопроса. Из тех вопросов, которые есть в программе. Для того, чтобы вы знали, какая у нас программа, я принес на дисках программу, которую можно переписать. Это кто старосток? Да. Вот. У меня к вам просьба. Значит, сделаю так, чтобы у всех это было. Но я могу еще два диска дать на два ряда. Давайте так, чтобы было быстрее. Так. Будем считать, что вы знаете, какая программа и какие вопросы. Экзамены будут приниматься так. Вы выбираете себе самые любимые два вопроса. Пишите на них две странички ответа. Ну вот, если этот ответ очень хороший, я могу сразу поставить оценку. Если из того текста, который я прочитаю, будет видно, что у вас есть некоторые непонимания, я буду задавать дополнительные вопросы. Задача экзамена в чем состоит? Проверить знания. Проверить знания. А это для меня, что ли, надо проверить? Или для вас? Вам нужно проверить, или мне нужно проверить? Всем нужно проверить. Всем нужно проверить. Но у нас главное лицо-то какое занимается здесь? Обучающиеся, наверное. Главные в университете кто? Преподаватели или студенты? Ну подумайте. В университете сделано для чего? Для преподавателей, чтобы у них зарплата была, что ли? Студенты. Вот в связи с этим к вам вопрос. Вы будете экзамены сдавать или держать? Ну как? Чувак, человек вот пришел, так сказать, мне знания принес экзаменатору, сдал и освобожденный от знаний пошел. Я это наблюдаю потом. Начинаешь спрашивать на третьем курсе. Я-то уже забыли что-то. А есть другое, вот как вы сказали, проверить свои знания. Вы пришли, выдержали экзамен. Выдержали, будете держать экзамен, выдержали его, проверили, что вы знаете. Ну, в идеале держать. Держать, конечно, в идеале. Не идеале, а норма, наверное, держать. Почему это в идеале? Это нормой должно быть. Держать экзамены. То есть вы же учитесь или я учусь? Ну, учусь. Учусь что означает? Учусь себя. Ну, а мы кто такие преподаватели? Ну, как бы вот костыли. Какой-то пять лет вы или ходите без костылей. С костылями, а потом начинаете ходить без костылей. Но не так же всю жизнь будете с костылями. То есть вы должны набираться силы, знаний и быть самостоятельными, правильно? Самостоятельно от слова самому стоять. А не так, чтобы вот кто-то вас все время держит. Или на ниточках и дергает. Так, поэтому, значит, вот сегодня у нас начало курса, а экзамен будет его результат. Но результат, конечно, не экзамен, а знание, которое вы получите, правильно? Что такое начало, кто скажет? Вы никогда ничего не начинали? Точка, значит. А точка знаете, что такое? Знаю. Знаете? Знаете или не знаете? Ну, одно определение точно знаю. Какое определенное точке? Геометрическое. Ну, давайте геометрическое. Это для меня новость будет так. Некоторый объект, размерами и формы, некоторый объект настолько маленький, что размерами и формы, которого можно пренебречь. И сейчас надо знать, смотрите, чтобы знать, что такое точка, надо знать, что такое объект, что такое размеры что такое форма и что такое пренебрегать мне кажется он слишком много этого для так для такого простого вроде понятия так много вы вот здесь там находится снимает нашу лекцию мой коллега с которым мы вместе учились на математико-механическом факультете и закончили его отличие вот там там объяснили что . не может иметь определение 1 не может иметь определение она самая простая 500 что первое самое простое определение иметь не может поэтому скажем математика начинается с неопределяемых понятий таких как . прямая и плоскость далее не доказываемых положений которые называются постулаты да или аксиомы вот а дальше уже из них все выводится в начале не но это так в математике ну так же и в принципе и в философии только философию есть очень такое любопытное определение начала начала есть неразвитый результат вы чего хотите получить в результате все хотите получить такое начало правда если вы начинаете варить обед хотите в конце получить знание английского языка как это странно правда то есть если вы начинаете изучать английский язык то вы результате будете знать а что такое результат но ты уже тут вполне уже так поняли как это делается результат что такое а результат есть развернутое начало ну что вы собирались вы получить то и получили так это два соотносительных понятия точно так же как вверх и низ вверх это не низ а низ это не вверх вот мы знаем сами что такое начало у нас начало философии но чтобы знать начало философии наверно надо сказать сначала выяснить а что такое вообще философии то такое философия тут к этому можно подойти филологически как большинство и делает демонстрируя знание таких слов как фила это что такое филология философия а любовь да ну и фила софия софия что такая мудрость любовь к мудрости вот если вы любите быть мудрыми хотите быть мудрыми изучайте философии не хотите быть мудрыми не изучайте философии есть такая шутка по поводу того чем мудрые люди отличаются от умных умные знают выход из любого положения а мудрый просто туда не заходят это положение то есть вы потом знаете как вы карабкаться надо оттуда как стоит ли туда залезать откуда вы будете потом карабкаться ну вот это определение так сказать как бы отношение к философия смысле любомудрия и трактовка его как любомудрия это вот трактовка философии как некого занятия приятного занятия но не науки а если речь идет о науке то всякая наука имеет свой объект и предмет правильно что является объектом философии именно объектом философии является матери или другими словами объективный мир объективный мир а предметом что является философии предметом философии является всеобщие законы природы общества и а поскольку у нас курс социальной философии с вами то мы будем изучать эти всеобщие законы применительно к чему к обществу остается узнать что такое общество кто-нибудь вы все в обществе живете есть такие люди которые не в обществе и не изолированы от общества как некоторых изолируется ли пока пускают на занятия начни изолируя а общество что такое не найти почему не значит такое общество что обществу это особенно природы обособлен от природы часть материалами то есть надо знать что такое природа то что а не у неужели общество от природы обособлено как-то странно понимать если она обособлена не надо ходить в столовую ли в туалет не надо ходить если вы обособлены ну как вы обособлены часть материального мира и потом вы определяете через что-то другое там вот этот более так у вас есть мысль давай общество это обособлено часть материального мира но при этом естественности ну вот наверное весь смысл определения в том какая часть если вы говорите что она просто обособлено от природы то что она обособлена мы сейчас выяснили что это неверно вот если я поставлю перед вами вопрос вот вы животное или растение вы как ответить животное видите хорошо вы отвечать это некоторые отвечают что они растения но разве животное обособлено за всю ход природы это другое дело какое животное да какое вы животное сказать у какой нет примат это это обезьяны а вот это все-таки выше же ну человек разумное существо как она способна на природные выговорят так она способна не влиять создавать футуру и так далее ну так что то что то такое похожее это какое животное животное трудящиеся общественного первых животное во вторых трудящиеся говорящие и разумные поэтому вы не просто можете на этом остановиться что я животное но и гордо сказать что вы животное общественное трудящиеся говорящие и разумные когда это вот довольно уважительно будет восприниматься так а общество дорогие товарищи и наверное вы заметите и мы это будем делать в курсе все что можно определить лучше определять чтобы у нас не было таких вот в голове слов которые мы не знаем что это такое вроде таких слов которые постоянно употребляется всем известны и про них еще гегель говорю что известно еще не есть от того познаны более того меньше всего знают люди то что и так известно зачем ты я буду изучать то что мне известно из детства вот повторяют и повторяют как попугай в этом смысле не как объединенные как попугай те слова которые у него в детстве услышали так они вникнув в их смысл и таких понятий очень много вот понять и общество одно из них вот общество это люди вместе с их отношениями люди взятые вместе с их отношениями это общество если возьмете отношения без людей это не люди и не общество если люди без отношения это может быть население граждане толпа Все угодно. А вот только люди взятые вместе с их отношением и называются обществом. Ну, раз общество, это по-другими, на иностранном русском языке называется социум. Да? Социум. Ничего тут такого нового этим не прибавляется. Просто используется иностранное слово. Иногда вместо того, чтобы сказать русское слово общество, говорят социум. Мы изучаем социум. Ну, кто что хочет. Хотите общество изучать, а вы можете социум изучать. Мы изучаем всеобщие законы природы общества мышления применительно к обществу. А если мы изучаем всеобщие законы природы общества мышления, то мы можем такую хитрость применить, что начать изучать законы мышления, А законы мышления, они, если да раз они законы мышления, то они отражают законы общества И поэтому мы к ним можем подобраться с этой стороны Потому что, скажем, не все в обществе имеют обширные знания в отношении производства В отношении географии действительной, больше из книг А вот все владеют языком, а язык владает таким замечательным свойством, что он сохраняет только то, что многократно повторяется, правда? То, что не употребляется в языке, оно умирает Слова, которые не употребляются Как, скажем, эсперанто, например, придумали язык, но он и умер Не употребляют его Или, скажем, нет такого предмета, ну и не будет употребляться А чтобы слово попало в язык, оно и закрепилось И сохранялось бы в истории человеческого разума Для этого надо, чтобы оно миллиарды раз повторялось, правильно? Ну, скажем, любое понятие, которое вы возьмете там Стол Это какой стол? Сколько таких объектов, которые можно назвать понятием стол? Стол ваш, не ваш, у каждого есть столы Вот здесь, вот сейчас вы сидите за столами Столы бывают круглые, квадратные, деревянные, металлические, инкрустированные Малахитовые, столы обеденные Стол на который, маленький столик, на который американцы кладут свои ноги Для того, чтобы утвердить свою власть над миром, так сказать, морально и так далее В многом существует стол письменный, правильно? Ну и так далее И все это стол, 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 стол Стол в Америке, стол в Африке, стол в Японии, стол в Эстонии И все это стол, 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 стол То есть колоссальное сокращение Одно и то же понятие Выражается столько много объектов И берет у них то общее, что есть у этого объекта А что это есть у этого объекта? Это вот некая поверхность, расположенная на подставках Количество их может быть разное Бывает на четырех стол В ножках бывает на трех Бывает на одной Монтированной куда-то так Стол может быть квадратным, овальным, круглым То есть, опять-таки, не столь важно Потому что он является таким И он является таким предметом Который существует не сам по себе А для человека Для того, чтобы человек мог с помощью этого стола Решать некоторые свои проблемы Которые он решает или руками Если это стол За которым он что-то делает Или на котором он пишет Или, скажите, что Составляет его умственную работу Умственный труд И тогда он, значит, тут располагает Бумагу, карандаш, ручку Записывает и так далее Как записывать? Это уже десятое дело Правильно, можно записывать магитофон Можно записывать такой ручкой Американцы мучились все время Когда летали в космос С тем, что они У них ручки текли Вот эти шариковые И вот они встретились с нами на орбите А наши товарищи спокойно Карандашами пишут И все Без проблем И невесомость этим карандашам Не страшна Американцы Они же еще вложили в Индии И они разработали ручку Которая могла бы писать в космос А нам разрабатывать А наши цели карандаш Карандаши и все И разрабатывать не надо Так Ну вот Мы с вами Значит сказали Что такое философия Начинать надо вот с чего С простого или сложного Науку С простого? С простого А что такое А сложное Что такое? Результат простого Результат простого Одно простое толкнул Другое простое Вот результат А? Развитое простое А почему же Одно-то сложное А у вас оно Развитое простое Все вы его Одинаково называете Я же говорю Сложное Вы мне скажите что-то Сложное Это простое Потому что взяв Несколько простых вещей Мы получаем Вечку Вот Взяв несколько простых Это мы А если не Мы это делаем Уже не годится Ваше определение А вы все Мы к себе привязывались А вы заболели И нет Нету сложного Значит Не у нас дело А сложное Сложное Внимательно следите За звуком Слов Сложное Это сложное Из простых Сложное Но и Сложное То что вы хотели Сказать Вот оно так выражается Очень хорошо Красиво Сложное Это сложное Из простых Значит начинаем С простых И двигаемся К все более Более Сложным категориям Что касается Вот самого простого Самой простой Категории И самой Всеобщей Именно потому Что она Самая Простая Можно о ней Много чего-нибудь Сказать Нет Правда Потому что Ну как в начале Вы можете сказать Что-то больше Много слов Поэтому Материю Можно определить Вот так Например Материя Это то единое Что есть И все Материя Это то единое Что есть Материя Это то единое Что есть Некоторые Граждане Начитанные Берут 18 Том Собрания Сочинения Владимира Ильича Ленина Материализм И перекритицизм И там читают Что Материя Это объективная Реальность Данная Нам в ощущениях Которую Значит Наше сознание Фотографирует Копирует Отражает И так далее Некоторые думают Что это определение Материи Значит Что такое Тогда надо знать Чтобы узнать Что такое материя Надо знать Кто такие мы Это поскольку Материя Это объективная Реальность Дана нам Ощущение Надо знать Что такое Объективная Субъективная Надо знать Что такое Реальность И надо знать Что такое Ощущение Многовато Надо знать Чтобы знать Что такое Материя А что это За высказывание Это называется Суждение В логике Суждение Роза Есть растение Это суждение Или определение Розы Роза Есть растение Если кто считает, что это определение розы, то он рискует получить крапиву, потому что крапива же тоже растение, много растений. Поэтому высказывание – это правильно, это суждение. Суждение всегда имеет вид такой – субъект есть предикат. То есть, а есть что-то. Человек есть животное. Правильно? А вот человек есть растение – это неправильное утверждение. Правильно? Неправильное. Но человек есть животное – это не определение человека. Определение человека я давал. Какое животное надо рассказать? Что это животное общественное, трудящиеся, говорящие и разумное. Причем вот эти вот определения, вот эти составные части, они между собой связаны. Прежде всего, и как вот здесь некоторые товарищи намекали, что они от примат, от приматов возникли. Так, прежде всего от общественных животных, то есть, которые живут стадами, группами большими, или стаями, как птицы. Раз. Во-вторых, для того, чтобы они стали людьми, нужно было трудиться. А труд требует, поскольку это процесс совместный, он требует взаимодействия и требует знаков, общения с помощью знаков. А дальше за этим идёт. Тогда он становится говорящим животным. И только тогда, когда он становится говорящим, появляются понятия. И тогда человек становится разумным. Потому что разумным человек становится тогда, когда он может выражать то, что он ощущает, то, что он видит, слышит, выражать в понятиях. Что такое понять? Можете записать. И запомнить на всю жизнь, что понять значит выразить в понятиях. Может быть, у нас такой диалог на экзаменах с вами, что я вам говорю, вы неправильно тут написали. Я говорю, понимаю, но только я выразить не могу. Но если не можешь выразить, значит не понял. Почему? А потому что понять, значит выразить в понятиях. То есть, если я очень хорошо, интересно и глубоко знаю, но не могу вам передать, то я и не знаю. То есть, я знаю что-то в такой форме, которое непередаваемо другим людям. А то, что непередаваемо другим людям, это не знание. И это, так сказать, некое смутное какое-то чувство, что правда, чувств кажется, что мы-то с вами шибко умные самые, правда же? Не знаем, как остальное, но мы-то согласны, да? А что вы смеетесь? Серьезное дело. Ну вот, только вы не выразили еще мы. Осталось дело за малым. К примеру, вы книгу написали? А что вы откладывали? Знаний пока недостаточно, что вы книгу там написали. Тогда никогда не будет вам достаточно. Ну все, когда люди начинают писать книгу, у них всегда недостаточно. Почему? Когда бывает достаточно? Когда написали книгу. Ну когда пишешь книгу, мучаешься, как там писать? Вы откладываете, что вы считаете возраст, у вас мало. Да? По этому причине. Вообще, какой-то вот тормоз тут есть, что какой-нибудь запрещает вам писать книги. Вот ректор запрещает, или директор института. Или я вот преподаватель. Вы скажете, я вот принесете меня на экзамен, я вот книгу написал, можете полистать. Рукопись пока еще. Еще не сдала в печать. В чем проблема? В чем проблема? Ну для этого надо выбрать же что-то интересное и начать собирать материалы. Вы собираете материалы на какую-то книгу? У вас есть тема. Начало книги. Как вы представляете себе начало книги? Это что? Вот название ее. Вы выбрали название книги своей? Ну а что вы не выбрались? Что, трудно выбрать вам? Вы к следующему разу выберите. Разве название первичное? Звание это не первичное, это целое. Это целое. А движение и развитие идет от счастья к целому или от целого к целому? К женщинам обращаюсь к присутствующим здесь. Развитие ребенка идет от целого к целому или от ноги к хребту? Или от хребта к рукам? Как вы считаете? Развитие. Зародыша идет как? От целого к целому. А некоторые думают от счастья к целому. А я мне говорил, что части лишат трупа. Если вы заговорили о части, ну все. Это вот раньше в магазинах, которые мясо продавали. Разруб. Туши. Тонкий край, толстый край, филей и так далее. Все части расположены. Медики занимаются этим делом. Изучают. Чаще надо знать все кости. Их костей очень много. Мы их не знаем в таком количестве. Они знают эти кости и знают разные мышцы и так далее. Но если мы будем брать и возьмем только мышцы и кости, это будет что? Это будет мертвичина. Правильно? Они поэтому и изучают это в анатомическом театре. Вот они там режут эти трупы. Это плохо или хорошо, что они их режут. Ну, студенты. Это хорошо, потому что вот я, например, не хотел бы попасть к такому хирургу, который впервые и начал из-за только резать человека. Вот он разрезал, говорит, слушай, ты не знаешь, где-то у него печенка тут, где? А, не там. Ну ладно, значит, сейчас. Вот там. Лучше попасть к хирургу, который 20 раз уже порезал труп, а потом уже начинает меня резать. Правильно? Вот один раз меня резали, благополучно, я очень доволен. Это были не те люди, которые впервые на мне тренировали. Вы можете сказать, что лучше вообще не попадать к медикам, но они, наверное, существуют, потому что бывают такие ситуации, когда без них не обойдешься. Вот, например, часто бывает операция аппендицита, которая у молодых людей. Вот я, например, не как-то избежал такой операции, но многие, так сказать, ее вырезают и все спокойно дальше живут. Но не хотели бы, наверное, если у вас аппендицит, попасть к тому, что... Так, где надо резать, чтобы найти у вас аппендицит? Слева, справа? У меня практикант релый. Практикант. Так вот, он, наверное, практически должен... Вам вырезали, да? Ну, вот, потренировались на вас. Уже на живом. Уже на живом. Вы телефончик дайте, чтобы я... Что, я лучше к нему пойду, а не к тому, кто первый раз. Так. На чем мы остановились? Вами. На том, что... мы будем изучать в понятиях через понятия. То есть, мы будем заниматься... Вот, особенность нашего курса, это связано с тем, что именно, исходя из того, что мы изучили, философия изучает природу, общество и мышление, она может через мышление это сделать. Если это отражение природы и общества есть уже в понятиях, значит, если мы правильно употребляем и знаем понятия, то мы уже картину мира и получим. Правильно? Пример. Вот, если человек едет на машине, ему нужно посмотреть, что сзади. Он что, так делает? Нет. Он смотрит в зеркало. В зеркало. Или люди, которые на подводной лодке находятся, ему нужно посмотреть, что наверху. Они так, что ли, смотрят? И так, чтобы он их взгляд завернул и посмотрел, нет ли кораблей противолодочных. Они смотрят с перископа, в том так отражается, в том так, в том так, идут в зеркала. И он смотрит просто вперед и видит, что там происходит. А язык – это зеркало. Он же отражает действительные отношения. А раз отражает, значит, можно изучая, скажем, язык, то есть, логику, движение мысли, выраженной в языке, логику. Получить диалектику, то есть, получить, раскрыть прозива речи, которые есть в жизни, и тем самым овладеть теорией познания. Вот поэтому Лейн писал, что вот у Гегеля, например, диалектика, логика и теория познания, она вся вот присутствует в науке логики. Поэтому я вам хочу порекомендовать из фундаментальных трудов. Самый фундаментальный труд и единственный, в котором имеется диалектика, это наука логики Гегеля. Наука логики Гегеля. Вот сегодня один из товарищей, который охраняет наше знание, наше здание здесь у нас, подарил мне такой журнал, старый-старый, называется «Под знаменем марксизма». Это номер третий, март 1922 года. Книга издательства «Материалист», Москва. Сверху написано «Пролетария всех стран, соединяйтесь». А вот в первом номере этот журнал стал издаваться после революции в целях изучения и обсуждения проблем диалектики. А в первом номере этого журнала «Под знаменем марксизма» была опубликована статья Ленина. Это последняя его философская работа, которую он написал, что «Работа называется «О значении воинствующего материализма», что если мы не будем изучать диалектику Гегеля и не будем ее материалистически истолковывать, имея в виду, что Гегель сам по себе идеалист, и не будем учиться применять его на примере развития науки, техники и общества в том числе, наш материализм будет не сражающимся, а сражаемым. И мы не сможем устоять перед натиском реакции и лыжи. Ну вот, если после этого что-то хорошее произошло, и устояли перед натиском реакции и лыжи, можно сказать, ну, золотые слова. А тут вроде получилось, что как бы предречение того, что произошло, разрушение Советского Союза. Потому что деятели, которые у нас стояли во главе Советского Союза, последние, и первый, и последний человек, который стоял и знал диалекцию Владимир Ленин. И в этом можно убедиться, взяв 29-й том полного собрания сочинений, который я тоже рекомендую почитать. Конспект наук и логики Гегеля. И это уникальная вещь, уникальная, потому что вы ни одного больше государственного деятеля в мире ни за все времена не найдете, который был бы и философом, то есть знал бы диалекцию, хорошо. И в то же время ... Валерий Хач, лекция не могу, а потом перезвоню. Вот. И вот в этой книге он написал, что нужно делать для того, чтобы знать диалекцию. Потом в одном из последних писем, писем к съезду Ленин написал, что вот у нас разные есть люди, вот Бухарин, теоретик партии, заслуженно считается любимцем партии, но никогда не учился и никогда не понимал вполне диалектики. И поэтому его теоретические воззрения с очень большим сомнением могут быть отнесены к вполне марксистским. Ну, а что такое наука диалектика? Или почему речь пошла о диалектике? То есть речь пошла о методе философии. Вот. Современный философский метод – это диалектика. Диалектика. Да, диалектика – это учение о единстве и борьбе противоположностей. если записать, что такое метод строго применительный к философии, будет непонятно. Сейчас я запишу, вам скажу, а вы запишите, вам будет непонятно. Метод – это осознание формы. Метод – ну, должно быть что-то непонятного, а то все понятно и понятно. У нас какая-то должна быть большая наука. Метод – это осознание формы внутреннего самодвижения, содержания изучаемого предмета или исследуемого предмета. Метод – есть осознание формы внутреннего самодвижения, содержания. метод – есть осознание формы внутреннего самодвижения, содержания исследуемого предмета. Вот это строго формально. А теперь я попытаюсь вам это растолковать или объяснить. Метод что должен давать? Он должен изучать содержание, правильно? Он должен изучать содержание мертвые или людей частями разрубленными или живыми. Значит, надо взять содержание, увидеть самодвижение содержания. Не то, что я вас столкнул, вы пошли. А ваше самодвижение в чем состоит? В чем состоит самодвижение того предмета, который мы изучаем? А самодвижение связано с противоречиями, поскольку источник самодвижения это противоречия. Вот надо изучить противоречия содержания, но если мы их изучим и не выразим в понятии, значит, мы не поймем. Я уже об этом говорил, понять, значит, выразить в понятиях. А понять, значит, выразить в понятиях, значит, надо осознать форму этого самодвижения. И вот осознание формы внутреннего самодвижения, содержания, не внешнего, что я вас толкнула внутреннего самодвижения содержания есть метод философский в не так уж просто ничего особенно наука но если для разрядки я могу в анекдотической форме рассказать чем занимается диалектика приехал в деревню философ ну считайте вот я более от родом из деревни родился в первом тамбовской области через староклинское первомайского района ну вот приехала в деревню встречает вот философа дед ведь ты кто такой а философ я философ дед говорит а что чем занимаетесь диалектикой а что такое диалектика дед ну как все объяснить тот говорит новые же все-таки грамотный человек должны нам объяснить а мы тоже не не улыком шиты газеты читаем телевидение смотрим радио слушаем да а только грамотный человек должны нам объяснить что такое диалектик ну хорошо одет вам объясню вот у вас баня из деревне вы да есть ну вот мы идем с вами в баню дед вот ты грязная чистый кому мыться а грязным дед ну что ты мелешь ты же все равно грязный а я чистый мне чистоту поддерживать надо правда ну кто уже все равно грязный чаю беспорядок в воду только сделаете грязные все мне надо мыться понял дед это тезис тезис и пиши себе тезис второй раз мы идем с вами в баню ты грязная чистый кому мыться грязно вы как-то должны обучаться общаясь обучаю вам кто-то вроде как чистый да если вы скажете что чистый должен быть я скажу не дед ну что вы мелете чуть и зачем мне мыться и так чистый ну логично же я так чистый а вы грязные дети мойтесь это антитезис другое положение противоположное но это не все одет третий раз идем мы с тобой мыться ты кому лица всем ну дед он такой всем не сказал он ничего не понимаю а философе вот это и есть диалектика синтезис синтезис из как это не не смешно может показаться но на самом деле все движение диалектическое так и построена тезис синтезис и тезис антитезис и наконец синтезис вот например я смотрю на вас думаю вроде бы хороший это тезис потом начали мы с вами знакомиться и выяснилось что у вас есть недостатки на мои вопросы вот не так отвечали иногда недостатки есть есть хочу же хорошего то есть у вас есть недостатки это плохо потом ну надо посмотреть все равно в целом на человека с недостатками но вернуться потому что вы рассмотреть в целом с учетом недостатков это синтезис ниже таких людей у которого повыли только достоинства да все и самые что ни на есть хорошие люди обязательно имеет какие-то недостатка в целом человек хороший и на том основании что у него есть недостатки нельзя его считать плохим человеком а вот у кого это определяющие и главное до отрицательные действия вот тогда он дурной или плохой достоинства представляет собой его недостатки и тогда он представляет собой мошенника который ловко втирается в доверие людям потому что есть хорошее качество с помощью них он вот например у меня проверили паспорт то я все такой народ доверчивый сверили нет все взяли что это а кто я приходят люди изображают из себя философов начинает какие-то рассказывают байки а доверчивые людей слушают ходе бы вы интересовались там кто такой да вы поинтересовались это правильно а сейчас она вызовет полицию вот все значит бдительный человек так ну вот теперь к серьезному снова серьезному снова философи все философские течения делится на две большие группы и все философы делятся на две такие большие партии под если взять слово по-английски эта часть правда на две части это материалисты и идея и вторая группа или вторая партия идеалисты что говорят материалисты в чем суть мазицы материалистической что есть материя как то объективное что может отражаться нашими органами чувств да и вот человек познавая эту материю развивается и в человеке материя тем самым познает сама себя правильно поскольку человек эта часть материя тоже не что-то над материей или отдельная материя и обособлены от материи как вот нас два вот этих товарища долго убеждали чтобы мы посчитали человека чем-то обособленного оторван вообще от материи а когда его оторвешь от материи он сам умрет то есть это такого цент какие такие убийцы тут страшный причем хотели сделать что-то ужасное мы в их перебороли они сами согласились что так не будут они стоять на этом и вообще не надо к ним придираться поскольку студент по определению человек который учится человек который учится он естественно делают ошибки и поэтому вот если я буду делать ошибки это непростительно хотя тоже люб все люди делают ошибки но в отношении студентов даже как-то даже странно было в ожидать что они без ошибок могут идти вперед ошибки предполагаются и они преодолевается и все так то есть материя в виде человека имеет свой цвет самую высокую форму своего развития и человеком называется такая часть материи которая обладает свойством сознания то есть свойством отражения бытия я могу свойством сознания то есть свойством познавать материю себе и себя в том числе самопознание вот это человек но человек не видя одного человека а виде человечества правда и человек по отдельности человечества человек будучи обособлены от других людей он уже не человек потому что как мы знаем если скажем ребенок попадет в стаю волков и волки его воспитает до пяти лет то уже после пяти лет если он попадет человеческого общества но же человеком не станет за это время уже развитие пошло по-другому у человека есть общественный человек он в обществе он развивается самого начала таскать и матери песни поют хотя слова еще не разбирают грудные дети на другой стороны родители никак не разбирают когда же они начали говорить и когда они начали вот совершается этот переход когда раз и и ребенок все время делает то что он умеет или то что он не умеет вот особенно ярко видно на маленьких детях что он он что делает то что не умеет все время вот сначала ребенок просто лежит его поднимает а голову он не может держать и это страшно будет родителям потому что как бы она сейчас отвалится голова или сломается то что нибудь и вот его таскать и первое значит с чем борется ребенок этом пытается научиться держать голову не так как блуждается туда что за ее так придерживать и наконец он уже потом он он же лежит на спине и он как сел и жучки которые если их перевернешь и они пропадают на наш велит ногами а есть такие жуки которые щелк и переворачивается прыгают такие но это немного таких жуков основная масса прямо то страдает от этого все пропали вот так эти младенцы они руками ногами сучат и что они пытаются сделать перевернуться то есть они что делают делают то что не умеют я думаю к чему думаете говорю это правда это я про вас говорю вы криво умеете писать ну ко всем пела вы не пишете потому что вы стали очень солидной вот дети только и делают потом они не умеют они перед операцию перевернуться уже могут когда они начинают пытаться делать то что они могут то есть они пытаются не ползти и к куда они ползут сначала назад назад вперед у них не получается потом они начинают уже ползти вперед дальше обставать они умеют вот прямохождение это то что отличает человека от других животных прямохождение но не отличает от от нашего братьев из в антарктиде как они нам хорошо пингвины отлично ходят пешочком так идут себе так вот чтобы встать вот это большое дело на сколько раз падают 10 хорошо что они маленькие еще кости у них мягкие не разбивается как у нас они таскать как раз ничего страшного то есть они все время делают то что не умеет что должны делать а что должны делать ученые перепрыгиваю сразу ученые должны что делать ученые это все которые открывает нового вот вы новые открыли вы умеете открывать но а кто умеет открывать хоть один ученый медь новый откроет мне значит время делать то что не умеет нет никаких законов открытия нового тратим раскрут concrete новое ну на опередите свой мозг и она придет сколько людей лежало под яблонями падали на их яблоки но они не открыли закон чекотения андитон открыл как как можно думать скажем вот наш брат вот перед вами стоит значит гражданин который по долгу службы обязан делать новый но если мы ученые считаемся и эта особенность российской системы образования что человек который преподает он должен быть специалистом какой-то области по крайней мере то есть быть ученого кто такой ученый тот который повторяет то что он знает или который дает новые а как делать новые нам сказать вы ученые вы думаете а мы вот если не на будет у вас но мы вас уволим то есть если мы не будем делать новые нас уволит вас пока не увольняет радуйтесь пишите сейчас сейчас вы получится не получится вас никто не тронет вы студентская студентка это а вы так момент время пропускается рассказываю эпизод у нас значит были такие два две молодые девушки на матмехе лодыжинской уральцев они очень быстро защитную где-то в возрасте 20 с небольшим защитили докторские диссертации стали профессорами а ректором тогда был александр данилович александров геометр и хороший фил очень умный глубокий философ и знающий диалектику вот он читал у нас в актовом зале лекции о диалектике на которой сбегался весь университет сейчас сейчас это надо сбегаться только тем у кого есть пропуск ну тогда как-то без пропусков обходились поскольку считалось что тот университет такое учреждение где все идут знанием и не надо тормозить да вот я сейчас буду рассказывать это деньги стоит а вот вы зайдете а вы не заплатили и сколько у нас ежеплатно есть неплатный то есть у нас платность проникла в сферу знания а я вот бесплатно будут давать не хотя хотя вот если я это товар вот если я товар я вам отдал у меня его нет а если я знание вам свое отдала не у меня чего пропали все эти ясно сейчас происходит просто я расстаюсь со своими знаниями вот вам все то лекции прочитаю вот уже по этой теме ничего не знаю когда будет вторая тема я по той теме не буду знать по окончании так что ли это в том-то и дело что торговать-то можно знаниями поэтому сказать тот же microsoft многократно продает одну и те же программы которая зарабатывает наши коллеги которые сюда уехали половинам отмеха уехала там и делают эти программы их ты сбывает здесь и бешеные деньги на этом делают вот ну и естественно наши товарищи поскольку они это умеют разрабатывать очень просто их если надо использовать но хотят вот насадить это хотя есть уже вы знаете так и операционная система которая является свободной и браузеры которые являются свободными который не требуется платить деньги для того чтобы получить ну и скажем великие люди такие как лев толстой скале все мои книги можно продавать потому что издавать сколько угодно где угодно и никого не надо спрашивать ни за что платить а там бы родственники конечно долго бы это собирать сейчас вот жалко пифагора за теориума пифагора столько денег можно было собрать родственники пифагора ходят бедные я был в греции встречал меня там товарищ платон она горит в деревне все платоны а платон известен тем что вот он мечтал чтобы руководили государством философа и вот у него мечта реализовалась только вот в отношении ленина а некоторые деятели у нас позже решили что это можно и не изучать поэтому они управлять не могли его наверно заметили что был уже в период падения социализма в ссср генеральный секретарь не сами делали свои речи а зачитывали как сейчас говорят озвучивали леонид ильич брежнев встречается стычер дорогая индира они ему помощник это не ганди это течер дорогая индира ганди не может леонид ильич это не ганди это течер дорогая индира ганди ганди ну это не не ганди это течер да я вижу что ты вчера написано ганди вы чё думаете только вы брежнев так читал я вот присутствую на защитах вот выходит девушка вот как вы молодая и ночью вы чё хотите показать что умеете читать кто хочет показать что он умеет читать хотите я покажу что я умею читать сейчас я буду лекцию читать лекцию читать когда говорят читать лекцию это не значит читать лекции а если я буду только читать тогда зачем я буду читать возьмите у меня есть книга социальная диалектика издательство политехнического университета 467 страницы читайте себе чем проблема в чем смысл лекции лекции читается для той аудитории которые есть с учетом тех знаний которые не есть учетом того как они двигаются правильно вот человек сразу сказал что животное я тут в прошлой потоке бился один товарищ был стоял на том что он не животные пришлось признать его растениям но есть растения которые едят животных знаете таких у нас на болотах растут капелька будто там капелька раз и на ладошке муха села так она заворачивается муху переварила разворачивается так значит будем изучать что так вот я рассказываю про этих двух девушек уральцева и лодыжинская вот была конференция международная подходит к уральцевой какой-то профессор иностранная и говорит девушка вы с какого курса она так застеснялась академик александр она не с курса она профессор а чего у вас есть ограничения какие-то нельзя давать раньше есть а чем дело и все ждут и спрашиваю все эти куда-то откладывают откладывать а потом поздно уже будет откладывать все конец вы тоже не пишите в него вы хоть сейчас бы сказали пишу вот вы сейчас обдумываю название еще как-то так вот не реагируйте смелосться нужно проявить научный чем сразу пишу и писать можете не написать напишу ну тема выбирая название а вот кто не выбирает у них трудно получается потом я начинаю спрашивать что такое конфликт не может сформулировать мальчик 1 говорит конфликт это встреча двух мнений его первый раз вижу чтобы два мнения гуляли отдельно от людей встретились и что если у нас да если люди встретились сразу разными мнениями это обмен мнениями почему это обмен мнениями конфликт вот мы можем с вами вот мы с вами обменивали же мнениями у нас конфликт есть нету а ты спор начнется горячей это спор или конфликт ну спор если будет как уже сказано ответ уже в начале споры будет общу конфликт не был имбритель то спорили потом разошлись ладно потом поспорим после обеда или за еще раз чем проблема надо увидеть что такое конфликт это отдельная проблема так вот меня попросили у нас книжка издавалась по конфликтологии ну и я вот конфликт зеркале социальной философии такой вот раздел написал по просьбе главного редактора потому что наличие это философского подхода позволяет решить и прикладные задачи и наоборот ничего прикладывать ничего не решишь без инструмента не проживешь нужен инструмент вот философия такой инструмент который продвинет вашу жизнь вперед вашу особенно если еще раз назови систему книги уже придумали давайте каком-нибудь но это скука таких одинаков это повтор написали в этом коричневый какой черный крокодил за хоть новое было а чё или такое введение конфликт диалоги какой-то должно быть это это не книга это какой-то учебнику уже учебники писать вы знаете великие ученые писали учебники почти никак очень большая редкость вот и училку вот например дать был большой ученый в области языка и он написал конечно словарь и дали а так вообще кто учебники писал меня лев написал учебник нет ньютон написал введение конфликтологии ведь еще думайте думаете еще это кстати вот для всех большая проблема значит хоть диплом хоть кандидатской ну как это должна быть какая-то искра божия чтобы там учет что-то взял такое новое хочу видеть ну какой-нибудь конфликт вы который другие не рассматривали хоть рассмотрите вот у нас в мире сейчас две системы существует есть страны в мире империализма и есть социалистические страны понятия социалистической страны не означает что там построен социализм построен социализм только в северной корее а во всех остальных социалистических странах в китае которые на первом месте в мире по объему валового продукта самая крупная держава и экономически третья по территории ну и по населению 1000 миллиард 380 миллионов человек китай ведь нам который выиграл их победил японцев французов и американцев которые пытались с ним ну правда и китайцы одно время пытались сам на границе воевать и китайцев победил вот этот вьетнам насчитывает 92 миллиона человек бурным быстро развивающаяся экономика вьетнам лаос там рядом его нельзя победить потому что там помогает китай и вьетнам есть куба которая вообще в западном полушарии и поэтому скажем существующий мир уже нельзя сказать мы живем в мире капитализма не мы живем в той части мира который является капиталистической которая вот одно время мы жили в социалистической стране вот я например жил и вот товарищ сидит тоже жил при социализме нам повезло у меня как меня учили 19 лет подряд ни копейки денег никто никогда не спросил и стипендия у нас была не такая как у вас сколько стипендий 1400 приуменьшили наверно 1480 не надо превышать в успехе капитализма ничего 1480 у нас вот у меня была стипендия сначала 35 потом 45 потом я с одной четверкой учился чебышевской стипендиум не дали 60 рублей а кто на пятерки на одни в ленинской 100 рублей а у директора кировского зона 120 рублей нормально жили сколько вы можете прожить там стипендию расскажите пожалуйста мне просто интересно я вас последний раз вижу или нет неделю можно прожить на 1480 рублей ну да как вот мы с вами увидимся еще или нет я вот думаете не стоит не читать лекцию еще очень читаю они надо на 1480 недели закончится прихожу никого нет на любви ну все все с этой группой конец может у вас кто не уже родители помогает нам как-то вас спасает обучивая но есть же такие люди в том числе и в правительстве как вице-премьер дворковичка себе не надо студентам платить а сам-то он получался к мальчиком платить а вот я скажем был пять лет вузе ну школа само собой 11 лет потом 5 лет вузе уже получается 16 3 года в аспирантуре 19 потом я получил кандидатскую степень кандидат экономических наук потом получил трудовую книжку стал работать и вот как мили поели и так далее сейчас это представляется как некоторая сказка но вот мы из этой сказки так вот присутствует так вот я говорю вот книга может быть конфликт между двумя этими частями мира мы скажем трамп пришел что сказал с кем кто у него главный противник россия или китай не внимательно смотрели потому что вы не думаете над своей книгой думаете над и вы конфликт еще никто вот этот конфликт не показал между социалистической и капиталистической частью мира причем в эти все страны кроме северной кореи там переходный период от капитализма коммунизма то есть там еще внутренний конфликт идет постоянный правильно кто победит неизвестно когда борется вот у вас два сила добра и сила зла борется так а сила добра дана и надо взять эту книгу и написать а силы зла бы да не надо ее писать пропади она пробовать ну хорошая же тема хочу вы дают тему поведение в нити в конфликтологии гора родила мышь это проблема всегда взять такую тему которой она вытягивает сама вот вы начнете собирать материал вот я например сегодня газету открываю поскольку думаю даже над этой проблемой и вижу там про джибути написано вы ничего не про нее не знаете я про него ничего не знал а там единственная китайская база находится и американская там база вот они там рядом стоят американцы и китайцы в джибути в африке американцы с китайцами не воевали потому что американцы были нашими союзниками во второй мировой войне а китай сражался с японцами и мы сражались с японцами поэтому китай был наш союзник поэтому как бы они вот мы в общем одно дело дело вроде бы китайцы вроде бы американцы должны были помочь освободить корею но освободили в общем наши с ними просто поделили это горея на две части по 38 параллель ну и вот в конфликте социалистической страны вьетнам и с империалистической страны америка кто победил ведь нам или америка то оказался ведь нам ну конечно товарищи бар старшие братья помогали во-первых китай помогал добровольцами во вторых вот такие же вот как вы ребята сети были лисицы нет нет в вьетнаме летчики там не участвовали у нас система по вот она была тут у нас был в аспирантуре со мной вместе учился миша шире он работал в этой группе который обеспечивал уничтожение американских самолетов система по его это установка с двумя ракетами и радиолокационная станция на станции станция удалена от самой установки на два километра на всякий случай чтобы сразу и вот мы горит как вылетает их туча эту ракету ужас и пять самолетов падает потом они узнали американцы какие у нас уставы что не надо что не надо значит запускать вторую ракету надо то есть нельзя добавлять вернее новую ракету надо сначала все выпустить и потом только заряжать чтобы не было опасности взрыва но наши товарищи быстро смехнули что если они выпустят то потом прилетит эта туча американских самолетов и разбомбит так что не останется живого места поэтому американцы прочитали что по уставу сейчас будут русские вот вторую ракету выпустили значит сейчас у них пустое все а наши одну выпускает сразу заряжает вторую опять прилетает вылетает ракета 5 самолетов падает и вот на встрече с ветеранами вьетнамской войны в канаде был михаил с орденом сидит один выступает 2 из американских летчиков там выступает вот ветеран вьетнамской войны из ссср ширяев михаил как-то они погрустнели все эти летчики они поняли что они начали на щелкали наши товарищи очень много этих самолетов вот конфликта мощный и конфликт сохраняется у нас же ядерные боеголовки нацелены наша вся нацелена россию а это внутри какой части внутри империалистической части если не конфликт стран социализма и и капитализма правда россия это сейчас какая страна буржуазный но вот а вот этот конфликт можно рассмотреть есть конфликты разные но так что-то взять такой крупные серьезные чтобы вы выросли выставили что большой а не какой-то мелочь самой видению а потом выведение из конфликтологии оттуда завели как вывести так ну вот возвращаемся теперь к тому на какой позиции стоят разные группы философ на честь идеалисты есть материалисты есть материалисты что говорят материалисты материалисты что материя первично сознание это свойство высокоорганизованной материи она вторично то есть вы раньше говорили человек звучит гордо теперь будет быть высокоорганизованной материи это звучит гордо у меня есть свойства познавать весь мир и себя в том числе а что говорят идеалисты есть идея последовательные объективные идеалисты есть идея идея породила мир материю и вот этот мир развивался развивался до развился до человека а у человека обладает сознанием и он это тем самым познал мир а поскольку мир есть воплощение идеи то он и познал идею идея пришла сама к себе вот вам начало и результаты этой философской системы такова система идеалистического идеализма объективный идеализма гегеля система объективный идеализма гегеля вот в этом состоит но это вот две такие уважаемые группы почему уважаемые потому что сказать что развитие философии обязана только материалистам будет неправду сказать Сказать, что оно обязано развитию философии только идеалистам, тоже неправильно будет сказать То есть одни философы сменяли других, а следующие опирались на эти достижения Ну и столковывали в своем, конечно, духе каждый раз Но есть такая ветвь идеализма, экзотическая Которая, с одной стороны, кажется совершенно дикой, но таких как раз большинство Вот, так сказать, людей, которые стоят на субъективной идеалистической точке зрения В чем субъективный идеализм? Вот все понимают, что все, что я ощущаю, проходит через мои органы чувств Вот если я до вас затрагиваюсь, это осязание Скажи это что-нибудь А, видите, это я слышу, у меня есть органы слуха И еще у меня есть обоняние Так, кто какими духами пользовался, не различаю Видимо, я виноват Еще у меня есть зрение и так далее Так вот, дорогие товарищи Вы должны отдать себе отчет в том, что все, что мы получаем, мы получаем только через наши органы чувств Поэтому все это происходит в наших органах чувств Никаких вас нет тут Никакой группы конфликтологов нет И столов нету, и ламп нету Никого больше нет Есть только я и мои ощущения Можете опровергнуть? Вот вы будете опровергать, а вы мои ощущения Как вы будете опровергать? Вы у меня в голове Ну, представляете, я вот сплю А вы у меня в голове? Причем я-то, у меня свой сон, у вас свой сон Может, это и совпало Ну, как вы мне рассказываете, ну, это мои ощущения А если я вам рассказываю, то я просто ваши ощущения То есть, все, что присутствует, только мои ощущения Опровергнуть можно это логически? Как вы будете опровергать? Я буду сказать, да что вы меня опровергаете? Вы вообще только мои ощущения И все, все, конец То есть, опровергнуть логически, это нельзя Тем не менее, все Естествоиспытатели Ученые, стихийные, материалисты Они и не идеалисты даже Ну, иногда они говорят Ну, вот мы открыли с Божьей помощью Новую частицу Имеют право так сказать, правда? И слово Игорь Вы можете сдать экзамен и сказать Ну, слава Богу, сдала я конфликтологию Но это не значит, что вы верующие, правда? А если я спрошу, а почему вы так неправильно вообще отвечаете на вопрос? А вы скажете, черт попутал Чего я буду с вами спорить? Вот, никакого конфликта нет Как преодолевать эти конфликты с помощью черта и Бога? Тоже еще тема Много тем можно придумать То есть, мы различили деление на материалистов и идеалистов И это называется деление по вопросу о том По тому, как отвечают философы на основной вопрос философии А основной вопрос философии формулируется так Что первично? Материя или идея? Идея или материя? Если идея считается первичной, это идеализм Если материя считается первичной, то материализм Материализм рациональнее, чем идеализм Это легко увидеть Посмотрите, вот идеализм означает Что вот вы начинаете с идеи Потом, значит, она доразвивалась до материи Материя доразвилась до человека Человек осознал материю А поскольку в материи есть выражение идеи То идея пришла к самой к себе Дальше мы убираем начало и конец Как советовал Чехов Вы написали рассказ Выкиньте начало, конец и можете печатать Потому что вначале человек там никак, как ему что-то не дойти А потом никак не остановится в конце Вот и сейчас вы никак не можете начать книгу А в конце никак вам будет ее не закончить Я говорю, да хватит ты, идите печатать А сказать, нет, я еще вот это, вот это, вот это туда не вставила И так есть люди, которые пишут, пишут, никогда не закончат Мысль тоже надо заканчивать В этом смысле материализм ничего не теряет из содержания Отбросив вот это вот, как ненужное начало Эту идею и как ненужный конец результат Так, но на что обращал Ленин Что умный идеалист лучше глупого материалиста То есть еще одна лишь позиция философская Вас не освобождает от развития самого содержания Правильно? Отразите само содержание Материя Материя Она Тоже развивается Не только мы с вами развиваемся как высшая форма развития материи Но вообще материя развивается постоянно И движется от простого К сложному В связи с этим Есть разные уровни организации материи Правильно? Есть материя на уровне плазмы Да? Вот что такое плазма? Если вы будете нагревать воду Сначала у вас появится что? Вода у вас в состоянии твердого тела Может быть сначала Да? Лед Это вода Но пока В определенном агрегатном состоянии В виде твердого тела Вы нагреваете твердое Получаете что? Скачок Переход В жидкое состояние У вас вода в жидком состоянии Скипятили чай Попили чайку То есть воды попили Еще добавили туда не воды Если в воду добавить Не в воду Будет чай Но надо еще Не любое кидать Другое А что-то другое Что-то определенное Так Затем дальше начинаем нагревать Что будет? Во что превратится вода? Жидкая вода Во что? Пар А пар это газ В газ она превратится В название Этого газа пар Это что такое? Пар Она в молекулярном состоянии Молекулы воды Находится в воздухе Да? Это пар Давайте дальше нагревать Что будет? Вот до того И степени будем нагревать Чтобы начали этих Разрушаться молекулы И летать отдельные яд Атомы В атомарном состоянии Что будет? Не знаю Не знаете Плазма Ну как вы думаете Там пар на солнце Или там В виде плазмы Все находится Какой там пар? Какие молекулы? Там никаких молекул нет Они при таких температурах Не могут существовать Вот получается Смотрите Агрегатных состояний Твердое тело Жидкость Газ Плазма Четыре состояния И это разные формы Существования материи И разные формы Ее организации Мы знаем Как устроен Из учебника физики Как устроен Атом Да? Теперь Значит Нынешняя Физика пошла Гораздо Глубже Она различает Бозоны И фермионы Уже более мелкие частицы А не только те Которые есть в атоме А в атоме мы различаем Электроны Позитроны Нейтроны Да? Ядро Которым есть Позитроны Нейтроны Потом Чем занимается Химия Химия занимается Соединением В молекулы Различных атомов И при этом Получаются Разные твердые Или жидкие вещества Или газообразные Верно? Например Водород Горит Сейчас вот Если бы у нас Было водород Так вот Все мечтают Некоторые страны Уже этим занимаются А у нас Это почти сейчас Не развивается На водороде Сделать автомобили Мы же сейчас Страшно Горида Дышим 86% Загрязнения От автомобилей Ну вот А если бы они были На водороде Что был Какой был бы Выхлоп Пар Пар То есть Вода Водород Соединяется С кислородом В автомобиль Едет И Выхлопной трубы Пар Красота Немножко Правда Тут Пару было много Но пар Ничего вредного Не содержит А здесь Свинец И все таблицы Элементов Менделеева Так Вот это Это Да Еще и температура Это Вопрос о том Что В каком состоянии Может что быть И чем занимается Химия Так вот мы берем Эту же самую воду Если ее разложить На атомы Это водород И Кислород Да Хорошо Давайте Вы Солью не пользуетесь Во время обеда Никогда Пользуйся Какая формула Солит Чего А Не знаю У меня советская школа Я по химии Даже Второй диплом Олимпиады Ну вот Вот видите Честь Сохранила группу Поддержала Натрий хлор Разъединить Натрий Натрий На воздухе Может сам Распламениться Он мягкий Металл Его можно резать В воду бросишь Он начинает Бегать по воде Красным шаром Страшное дело А потом рвануть А хлор Дышали хлором Не советую А тут Вы значит Это Посыпаете Хоть бы Натрием И хлором С ума сойти Че делаете А зачем А этому организму Дескать надо Ничего себе Из каких вещей То есть В зависимости от того Как соединяются Элементы Материальные Эти Атомы Получаются Разные молекулы Вполне Там безвредны Или полезны И нужны Организму Человеку И так далее Идет строительство Следующего организма Белок Вот Что такое Жизнь Знаете Жизнь 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 Что не знаете Что такое Жизнь Так вы живете Нет Может вы Не живете Может и мы Не живем Никто Кто-нибудь Хоть знает Что такое Жизнь Форма существования Белковых тел Жизнь Да Осталось 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 Только Вот теперь Если мы Знаем А что Такое Бело Какое Вещество Которое Само Такое Вещество Которое На такой Стадии Развития Веществ Веществ Которое Само Регулирует Обмен Веществ Уже Между Этим Белковым телом И окружающей Средой Что-то Вбирает Что-то Выбрасывает То есть Обладать Таким Свойством Обмениваться С окружающей Средой И поддерживать И развивать Своё Веществование Даже Самые Первичные Такие Элементы Белка Да Этим Свойством Обладает И нам Демонстрировали В школе Это инфузор Туфель Как Одноплетка Которая Живёт И развивается Ну а Что касается Человек Если мы Будем Двигаться Значит Есть Физическая Форма Движения Материи Механическая Когда Вы Представляете Все движения Планет Вообще Движение Твердых Тел Это Механическое Движение Можно Отдельно Его изучать Это Одна Форма Существования Материи При На этих Телах Которые Совершают Механическое Движение Могут Тела Или Предметы Которые Которых Идут Физические Процессы Правильно Разные Физические Электро Электрофизические Или Падения Или Скачки И так Дальше Идут Химические Процессы Это Когда Атомы Соединяются Молекулы А Потом Идёт Органическая Химия Это Еще К химии Относится То есть Соединение Идёт Уже Белковых И сложных Очень Образований И Наконец Есть Живые Организмы И Вот Из всех Живых Организмов Нам Повезло Вам Повезло Что Вы Оказались Высшей Формой Высшей Формой Развития Материи Которая Обладает Сознанием То есть Таким Свойством То есть Не так Существует Дело Не так Обстоит Дело Что Есть Материя Есть Человек А Есть Сознание Его Свойства А Есть Человек А Это Лишь Его Свойства Вот Он Скажем Ваш Род Он Не Существует Помимо Вас Вес Не Существует Помимо Вас Правда Точно Так же И Сознание То есть Человек Обладает Сознанием Но Нет Отдельно Сознание Хотя Были Такие Философы Бюхнер Фокт И Малишот Которые Думали Что Мозг Вырабатывает Мысль Как Желудок Как Печень Вырабатывает Желчь И Рассматривают Мысль Рядом Мысль Нельзя Рассматривать Рядом С Материей Мысль То есть Сознание Это Лишь Отражение Одной Части Материи Другой Частью Материи То есть Нами Людьми Отражение Другой Частью Материи А Свойством Отражения Обладает Вообще Вся Материя Вот Сейчас Будет Конфликт Вы знаете Я сейчас Отберу Я это Начну Отбирать А вы Еще Молчите Я Телефон Заберу Вот Уже Смеетесь А с Катуром Могли Был Плакать То есть Это Вот Форма Вы Реагируете Отражаете Если Вы Бросите Мячик В стенку Он Отскочит Или Отряд Отразил Нападение Противника Как он Отразил Противник Нападал А он Создал Противодействие Этому Нападению И Свойством Отражения Любая Лужа Обладает Вы Над лужей Можете Наклониться И зеркало Вам не нужно Правда Но если Ветер У вас Будет Кожа Морщинистая Такая Не очень Поэтому Дождитесь Пока Будет Так Все Ровно И солнышко Светит Будет Хорошо Поэтому Вот это Свойство Отражения В развитом Виде И Обеспечило Человечество Сознанием И человек Уже Теперь Раздействует На Неживую Материю Или На материю Живую Но Не обладающую Сознанием С помощью Орудий Которые Называются Средствами Производства А Деятельность По преобразованию Природы С целью Приспособления Удовлетворения Своих Потребностей Называется Трудом А вот Человек И есть Животные Как мы Говорили Общественные Трудящиеся Говорящие И Разумные Поскольку Оно Разумное Животное Мы По окончанию Лекции Делаем Перерыв На этом Сегодняшняя Лекция Заканчивается Вопрос Есть Ко мне К вам Вопрос Остается Вы Улучшить Например Принесли Мне На страницу Пожалуйста Не хотите Не приносите Нет Какое Дело Не хотите Развиваться Вы развиваете Или я Развиваюсь Вы Учитесь Или я Учусь Ну так Учитесь В чем Проблема Спасибо За внимание Всего Хорошего У кого Остались Деньги От стипендий Могут Пойти Пообедать